МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом заболевании мы слышим от знакомых, читаем в интернете и средствах массовой информации. Но далеко не все, что о нем говорят, соответствует действительности. Сегодня мы разберемся, что правда, а что миф. А поможет нам в этом наш гость, сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Кузьминых. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. Друзья, напоминаю, программа «Без предварительной записи» проходит в прямом эфире. Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вопросы и получить консультацию специалиста, вы можете по телефону, который видите на своих экранах. 32-62-33. А мы приступим, Дмитрий Геннадьевич, ну, прежде чем мы начнем развивать или, наоборот, подтверждать мифы об атеросклерозе, давайте вообще разберемся, что это за болячка такая, что она из себя представляет. Ну, атеросклероз – заболевание системное, то есть в каждой части нашего тела имеются артерии, то есть те сосуды, по которым кровь течет в органы. Атеросклероз характеризуется сужением просвета данных сосудов, ну, и, соответственно, возникновением причин многих заболеваний, скажем так. Оно называется вроде бы атеросклероз, но если это атеросклероз сосудов головного мозга, то, ну, как крайний вариант, как осложнение уже, осложненная форма атеросклероза – это инсульт. Если это сосуды сердца, то это инфаркт. Если сосуды нижних конечностей, соответственно, симптомы хронической артериальной недостаточности, ну, то есть проблем с артериальным кровоснабжением ног. То есть можно сказать, как бы в быту принято говорить, это некая закупорка сосудов. Да, по сути, да. Сначала это идет сужение, а в дальнейшем закупорка, что и приводит к различным заболеваниям и осложнениям. Дмитрий Геннадьевич, если говорить о симптоматике данного заболевания, то как она будет выражаться? В зависимости от того, в первую очередь, какой орган плохо кровоснабжается, скажем так. Если это голова, ну, сонная артерия, позвоночная артерия, то есть питающая головной мозг, основные наши стволы, основные наши реки питательные, то здесь может быть что угодно. Снижение зрения, слуха, головные боли, нарушение походки, то есть головокружение. Но, скажем, это общие жалобы. Эти жалобы не обязательно могут говорить именно о атеросклерозе, но могут говорить, ну, соответственно, о других заболеваниях каких-то, но это так или иначе предикторы определенной атеросклерозы. Если это сердце, то это боли в груди при физической нагрузке, при подъемах на лесенку, это одышка. То есть сердце не справляется со своей работой вследствие того, что сердечная мышца кровоснабжается плохо. То есть какие-то приводящие к этой мышце сосуды, либо стенозированы, ну, то есть еще не полностью закупорены, либо уже закупорены. И как крайняя форма, допустим, проблем с сердцем, это, естественно, инфаркт миокарда. Ну, в том числе есть еще и кальцинозы различные, створок, стенок, клапанов и так далее. Если это почечная артерия, соответственно, нарушение уже идет с другой стороны. Если артерии нижних конечностей, перемежающая хромота, так называемая, то есть при физической нагрузке, то есть просто ходьба, так или иначе увеличивается потребление мышцами ног, крови. Сосуды с этим не справляются, возникает ишемия, недостаток кровоснабжения, что вызывает определенную боль. Человек остановился, 2-3-5 минут постоял и дальше пошел примерно то же расстояние. В дебюте заболевания оно может быть и полторы, и две тысячи метров. Ну, соответственно, со временем дистанция безболевой ходьбы снижается, что говорит нам о том, что атеросклероз прогрессирует. Хорошо, если говорить о диагностике данного заболевания, как врачи диагностируют его? Ну, как и любые диагнозы, то есть первично, конечно же, жалоба, первично обращение. То есть если пациент к себе прислушивается, любой человек к себе прислушивается, то он в первую очередь переходит с определенной жалобой. Если эти жалобы укладываются хотя бы немножко, скажем так, жалобы могут быть и общими, и частными, Ну, если они укладываются в заболевания атеросклероза, далее идет по месту жительства обычно это либо терапевт, ну, первичное наше звено, терапевты, хирурги, выполняют УЗИ тех артерий, ну, скажем так, бассейн, жалобы бассейна, которого пациент описывает. И уже на УЗИ мы видим определенную картину. Если значимое поражение данных артерий, то в дальнейшем пациент, естественно, направляется к более узкому специалисту, к сосудистому хирургу. И при показаниях мы выставляем, извините, не выставляем, а делаем мультиспиральную компьютерную томографию в сосудистом, скажем так, режиме, то есть вводится контрастное вещество вену, делается КТ только в сосудистом режиме и, скажем, потом после 3D-обработки я могу лицезреть все артерии определенного бассейна, которые мне необходимы, и которые выстраивают уже в свою очередь хирургическую тактику ту или иную. Ну и, собственно, лечение. Хорошо, картина ясная. Дмитрий Геннадьевич, принято считать в обществе, что чем старше человек, тем более, так скажем, у него выражен атеросклероз, то есть возраст непосредственно влияет на развитие данного заболевания. Так ли это? Так, абсолютно так. То есть в первую очередь, ну не в первую очередь, а после 40, после 50 лет, один из комплексов дообследования любого человека, в частности, в большей степени это мужчины, является так или иначе липидограмма, развернутая липидограмма, ну и наблюдение, в большей степени наблюдение за собой, если есть или нет те или иные жалобы, даже малейшего, малейшая, какую-либо форму атеросклеротического поражения. То есть получается, что молодежь не страдает атеросклерозом? В последнее время атеросклероз очень сильно молодеет. То есть если в 60-70-х годах там был крайне низкий процент того, что 20-30-летние люди получали инфаркт, это чаще всего было следствием каких-то системных заболеваний, то сейчас мы видим, что атеросклероз молодеет. К 2000-м годам в два раза увеличивалось количество инфарктов у 30-летних людей по сравнению с теми же 70-ми. А вы можете вспомнить самого молодого своего пациента? 21 год. 21 год? 21 год, да. Это очень удивительно, честно говоря. Да, бывает. Если говорить о принадлежности к полу, здесь будет мужчина, женщина, кто чаще считает? Да, мужчины в большей степени подвержены атеросклерозу. Женщины фертильного возраста очень хорошо прикрывают эстрогены. То есть, соответственно, в постклимактерическом периоде шанс получить данное заболевание приравнивается и у мужчин, и у женщин. А есть ли генетическая предрасположенность к этому заболеванию? Да, безусловно. То есть, желательно, ну, всем нам желательно знать свою историю. Свою личную историю, тем более. То есть, бабушки, дедушки, какие заболевания у них были, любые. То есть, шанс того, что вы унаследовали данное заболевание, всегда есть. Хорошо. Дмитрий Геннадьевич, а какую роль играет питание в развитии данного заболевания? Существует утверждение, что атеросклерозу подвержены те, кто ест много животной пищи. Да, в определенной степени это именно так. Но есть целые народонаселения, которые питаются в основном животной пищей. И в данных популяциях риск развития атеросклероза не такой высокий. Есть работы, доказывающие то, что жирная пища с высоким содержанием животного того же холестерина увеличивает риск развития, риск прогрессирования атеросклероза. Ну, и, собственно, дебютирования. Но, по моему мнению, ну, наверное, кушать нужно просто все в меру. Желательно там, где оно растет, там, где живешь, то и кушаешь. И, естественно, в меру. Все мы знаем слово «мера», применимое ко всему в этой жизни. Поэтому кушать надо немножко. Каждый лишний килограмм жировой ткани увеличивает образование того же холестерина, уже печенью. То есть треть холестерина, который получается, который у нас циркулирует в крови, это пищевые продукты. Две трети – это собственный холестерин, который вырабатывает печень. Этим в большей степени все сказано. Я так понимаю... Простите, мы даже медикаментозно влияем всего лишь на одну треть выработки холестерина. Я так понимаю, что в плане питания особенно быть внимательным нужно пенсионерам, людям более старшего возраста. Все мы молодым тоже. Конечно, конечно. Ну, лучшее лечение – это профилактика. А профилактика здесь заключается во всем. Просто здоровый образ жизни. Физические нагрузки, умеренная еда, умственные нагрузки. Все мы знаем, как жить правильно. Хотелось бы поговорить про трансжиры. Во всем мире они запрещены. И, конечно, тяжело это все происходило. Если у нас в России маркировать продукты так, как есть, и указывать, есть трансжиры, нет их, ну, вот честную маркировку ввести, как думаете, это поможет нам избавиться от энного количества заболеваний, включая и атеросклероз? Ну, я не знаю, насколько это поможет, но соглашусь, вы абсолютно правы, что такая маркировка просто должна быть. Человек должен быть информирован. То, что он кушает, поможет, возможно, поможет. Многие просто не откажутся от той пищи, которой привыкли, которую любят, которая воспитана в семье, менталитетом, которая воспитана еда. Сегодня в мире становится очень популярным вегетарианство. И многие считают, что это способ почистить сосуды, избавить себя от инфаркта. Вы поддерживаете такую позицию? Вегетарианство в отдельной форме, наверное, нет, не поддерживаю, потому что мы животные. Человек изначально всё равно животное, приспособленное к употреблению как животной пищи, так и растительной пищи. Поэтому, а смысл? Мы должны есть и то, и то. Ну, а почему? По-моему, смысл есть. Если животная пища, так или иначе, влияет на развитие атеросклероза, то вегетарианство, соответственно, может его предупредить. Оно его... Нет. Если оно генетически предрасположено, то... Здесь же ничего не поможет. Поможет. Ну, все мы разные. Так или иначе, есть совершенно 90-летние люди, у которых сосуды, ну, скажем так, возраста 30-летних людей. И есть 30-летние, у которых уже случились какие-то сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты. Веганство, да, поможет, возможно. Возможно. Но не панацея. Не панацея, абсолютно панацея. До сих пор от этого нет. Поэтому у нас всё ещё есть работа. Хорошо. 32-62-33. Телефон нашей студии. И пришла пора поработать. Дмитрий Геннадьевич, у нас есть звонок. Давайте слышим нашего телезрителя. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы спорим с сестрой, ей 53 года. Она недавно сдала кровь на общий анализ. И у неё холестерин показал 7,4. Она напугана, конечно, этим показателем. Хотя живая, здоровая вроде как, красивая. Веса там лишнего нет у неё. И вот ей врач назначил Тивастор. Хотел спросить, стоит ли принимать ей вот этот препарат или там что-то другое есть? Почитал в интернете, что есть хороший статин в производстве Израиля. Что можете посоветовать? Ну, первое. Естественно, врач назначил, значит, надо. Второе. Перед этим необходимо сделать, на мой взгляд, всё-таки ещё развернутую липидограмму. Препаратов статинов великое множество. Здесь уже в зависимости, все они работают, работа их доказана. Просто работают на различных дозировках. И препараты статины должны подбираться, тем не менее. То есть, это не просто назначили и забыли, и пьём их до умопомрачения. То есть, раз в месяц, раз хотя бы в 2-3 месяца нужно повторять липидограмму. И смотреть за уровнем не только холестерина, но и фракций липопротеидов. То есть, фракции холестерола, так называемые. И на основании этого корректировать, добавлять дозировку, убавлять дозировку препарата. Также препараты, естественно, разнятся в ценовой категории. То есть, более современные статины стоят гораздо дороже, чем старые наши, ортодоксальные, олкскульные. Хорошо. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Кузьминых. Свои вопросы вы можете задать по телефону в студии 32-62-33. Мы же продолжаем. Дмитрий Геннадьевич, помимо вегетарианства, люди также оздоравливаются путём лечебного голодания. Как вы к такому относитесь и может ли это тоже помочь, так скажем, в борьбе с атеросклерозом? Ну, голодание, на мой взгляд, в принципе, вещь здоровая. Да, то есть, ну, опять же, всё делать в меру, всё делать пошагово. То есть, так или иначе, наш организм не любит стрессов, как бы, что бы мы ни говорили. А стрессом является тоже голодание. То есть, если человек, допустим, недоедал полгода, шёл к этому, недоедал специально, и он легче перенесёт тоже голодание, для него это не будет глобальным стрессом. А человек, который привык кушать, простите за выражение, от пуза, и вдруг на неделю его лишить еды, это будет огромный стресс для организма. То есть, всё должно быть постепенно. То есть, в данном случае, наверное, даже реформирование привычки, да, она принесёт, конечно, пользу. Как грамотно подойти к этому вопросу? Вы сказали, полгода, то есть, допустим, полгода готовить себя к лечебному голоданию. У всех по-разному. То есть, кто-то, ну, скажем, более тучные люди могут скинуть, постепенно просто снижая, хотя бы уровень количества употребляемой пищи, могут поначалу скидывать до 20 килограмм, дальше это всё идёт медленнее. И я к тому, что все мы разные, все мы по-разному худеем. Здесь старый добрый принцип – познай самого себя. То есть, мы сами знаем, где мы себя в диете, в определённой обманываем, где мы недоедаем, где мы переедаем, ну, чаще всего это переедаем, соответственно. Вот. Поэтому надо знать себя и контролировать самому. Есть диеты, есть диетологи, но это уже, на мой взгляд, как крайний случай. Хорошо. Если говорить о вредных привычках, как влияет алкоголь на развитие атеросклероза? Отрицательно. Отрицательно. Есть ли какая-то безопасная доза, так скажем? Безопасная доза? Безопасная доза алкоголя в принципе нет. То есть, всем давно уже ясно, это нейротоксический яд. По сути, да. Но некоторые ваши коллеги рекомендуют выпивать по 100 миллилитров, допустим, вина в неделю. Есть много таких статей и на просторах интернета в том числе. Ну, кому это необходимо, пусть выпивают, но постулат прост. Алкоголь, нейротоксический яд. Точка. И говорить о том, что его, ну да, может быть, если отталкиваться от того, что лишь доза делает яд лекарством, то может быть. Хорошо. Слушай, а если говорить еще про одну привычку, злую очень привычку нашего населения, от которой, надо сказать, мы постепенно отказываемся. Я о курении, естественно, говорю. Как оно влияет на развитие атеросклероза? Доказано точно, что курение само по себе атеросклероз не вызывает, но тут же доказано, что является кофактором развития атеросклероза. То есть у человека курящего риск получить любые осложнения и прогрессирование заболевания в 10 раз выше, чем у некурящего. А это уже хорошая статистика. Это не в 2 раза, это в 10 раз. Дмитрий Геннадьевич, а здесь важно, что это будет? Сигарета, кальян, вейп, который сейчас так популярен среди молодежи? На мой взгляд, не важно, что. То есть, ну, это то, что, простите, мы в себя запихиваем с этим дымом. Ну, во-первых, не знаем до конца, что это. Не знаем. Во-вторых, нет оценки определенных отдаленных результатов данного употребления. То есть, никто не знает, что будет с этими молодыми людьми через полгода, через год, два, три, пять, семь, десять, а через пятнадцать. Ну, что будет? Ну, вейп, вейп, да, веяние моды. Но никто не задумывается ни о каких последствиях. А последствия, как искурение, могут быть просто отдаленными. Он же потихонечку, ты расслеживаешь, он потихонечку убивает, так сказать. То есть, он развивается, 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 и вдруг, когда доходит до того состояния, что может закупорить сосуд, развивается катастрофа любая. А на ранних стадиях атеросклероз никак себя не проявляет? Я так понимаю, что симптоматика уже к моменту ближе к катастрофе себя начинает проявлять? Да, да. Ну, атеросклеротические бляшки, липидные ядра находят даже уже у новорождённых детей. Да. И всё зависит дальше от развития. Те же диеты, та же генетика. Как у новорождённых они появляются? Это зависит от питания мамы? Нет, не только. Это просто обычный процесс, ну, скажем так, сосудистого развития и сосудистого старения. Хорошо. Дмитрий Геннадьевич, есть у нас ещё один звонок. Давайте услышим вопрос. Друзья, напоминаю, 32-62-33, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос интересует. У меня брат, у него поставлен диагноз атеросклероз нижних конечностей. Около, ну, 39 с половиной лет ему, да. Бляшки до 40% от диаметра сосудов в колене и бедренные. А ещё есть и небольшие сонные артерии. Ну, в принципе, озаботился здоровьем, то есть курить бросил, на диету сел, больше ходить начал. Регулярно, естественно, лекарства принимаем от повышенного давления. Но всё равно вот ноги сильно ноют и в движении, и в покое. Холекстерин, вот, в принципе, это в норме. А вообще, как, есть ли какая-нибудь статистика, сколько лет вообще дееспособности с такими диагнозами, если бляшки вот уже такие большие, и вообще, как дальше жить? Вопрос понятен. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Собственно, ну, атеросклероз не приговор. Есть он у очень большого процента населения вообще земного шара. Очень хорошо, я услышал очень приятную вещь, что, ну, молодой человек, как ни крути, до 40, бросил курить, начал принимать назначенные препараты. То есть, он есть так называемые корректируемые факторы рисков развития атеросклероза, а есть некорректируемые. То есть, к некорректируемым у нас и относится гендерная принадлежность, относится наследственность, относится экология та же. То есть, мы не можем на это повлиять, а можем мы повлиять уже на другое. То есть, снизить вес, употреблять здоровую пищу, ну, здоровое питание. Не будем говорить, что это диеты какие-то. Вполне достаточно. Обычно бывает всего лишь здорового питания в меру. То есть, принимать статины, если действительно есть повышение холестерина. Но статины, на мой взгляд, все-таки принимать нужно уже испробовав. То есть, любые медикаментозные, медицинские процедуры, лекарства, операции, это уже как крайний вариант развития событий. Для начала пациент должен сам делать что-то для себя. Не просто кушать таблетки, продолжать курить и вести нездоровый образ жизни. Сначала коррекция образа жизни. Это можно скорректировать. А потом уже, если не получилось, снизить тот же холестерин обычным, хорошим, нормальным питанием, то уже медикаментозная терапия. Ваш брат, если я не ошибаюсь, сделал абсолютно правильно. Больше ходить, больше двигаться, просто дальше жить. Ну, есть тетеросклероз, да. То есть, в принципе, это то заболевание, с которым благодаря какой-то медикаментозной базе можно долгие годы жить и быть дееспособным. Да. Причем часть этого даже не медикаментозно. Можно все скорректировать. Никогда не поздно начать жить здорово, скажем так. Действительно. Дмитрий Геннадьевич, одним из важнейших факторов риска развития заболевания системы кровообращения, смертности от сердечно-сосудистой патологии, член Российской Академии Наук, я специально себе выписала, Евгений Чазов, считает психосоциальные факторы. Вы с этим согласны? Может ли какие-то стрессы, депрессии привести к развитию того же атеросклероза? Естественно. То есть, наше психическое состояние может привести, опять же, сугубо мое мнение, к любым практически заболеваниям. Потому что, ну, организм мы целый. То есть, у нас есть не просто голова, руки, ноги, у нас есть еще и мозг, который думает, у нас есть фантазия, у нас есть абстракции, мышление. Так или иначе, все это влияет. В какой степени сказать точно, я не могу. Но более чем уверен, что это влияет на весь организм в целом. Хорошо. Что касается физических нагрузок, говорят, что продвижение сосудов расширяется и сокращается, очищая от нароста флипидной ткани, образование атеросклеротических бляшек. То есть, получается, физическая нагрузка, в частности, бег, я так понимаю, очень... Бег, ходьба, да любые физические нагрузки. Мы, в нас эволюционно заложено нормальное функционирование организма, только когда организм нежирный, постоянно двигается. То есть, ну, каким путем шла эволюция, сколько тысяч лет формировалось хотя бы это. То есть, более крупный организм, он не предрасположен к выживанию. Может быть, здесь как раз и заложены какие-то эволюционные формы. Больше двигаемся, больше живем. Дмитрий Гнявич, вот в плане борьбы с атеросклерозом, здесь достаточно будет вечерней прогулки? Или нужно прямо изнурять себя какими-то многочасовыми тренировками? На самом деле доказано, что порой даже 15 минут специальных нагрузок в день могут покрыть весь, скажем так, все сутки данной гиподинамии. Ну, некоторые в силу своей профессии не могут себе позволить заниматься по часу, по два, потому что рабочий день сам по себе 12-13 часов. Но 15 минут в день могут решить проблему. Только уже более специализированные нагрузки. И так же все в тренировочном режиме. Не надо сразу брать штангу и поднимать 100 кг от груди. Все должно быть постепенно. Формировать привычки. Хотелось бы также отметить вот что. Если стоит у человека диагноз атеросклероз нижних конечностей, при таком диагнозе все равно показаны физические нагрузки? Обязательно. В обязательном порядке. То есть даже в рекомендациях, которые мы отдаем на руки, указано, что ходьба, ходьба, ходьба. Ходить нужно даже с болью. То есть, по сути, образно, если это доказать, что когда человек ходит, появляется боль. Боль у нас уходит, соответственно, сюда мы. Голова наша, наш мозг реагирует очень своеобразно. Он способен наращивать мелкую сосудистую сеть. То есть, бывает такое, что люди с окклюзией той же аорты, то есть, по сути, от живота они кровоснабжаются нижние конечности, но они прекрасно ходят и по полкилометра, и по километру. Их надо тренировать. То есть, эта боль говорит нам о том, что не хватает крови. Наш прекрасный орган начинает потихонечку это все наращивать. Ну, опять же, в зависимости от степени, стадии, в зависимости от возраста, все протекает по-разному. Ну, и, соответственно, строго индивидуально. Хорошо. Дмитрий Геннадьевич, статины, о них уже сегодня заходила речь в звонках от наших телезрителей. Вот эти препараты для снижения уровня холестерина в крови, действительно ли они помогают и так эффективно, как о них говорят? Да, они работают. Это клинически доказано. То есть, под этим имеется, соответственно, хорошая научная база, доказательная. Но в начале нашего разговора мы оговорили, что всего лишь треть холестерина, остальной печенью. Так вот, статины тормозят полностью работу, не работу печени, а тормозят выработку, скажем так, холестерина, холестерола и его фракции печенью. Конечно, это оптимальный уровень коррекции. Оптимальным все-таки является диета, но если диета не справляется, конечно, статины. При каких условиях и к кому их назначают? При гиперхолестерине. То есть, когда у нас имеется по лабораторным данным, мы видим повышение. Ну, это может быть терапевт, это может быть хирург. То есть, уровень назначения данного препарата крайне высок. Ну, то есть, это любое первичное звено. Увидев определенное отклонение лабораторное, может назначить самостоятельно статины. Есть ли какие-то у них побочные действия, противопоказания? Конечно. У всех препаратов есть и побочные действия, и противопоказания. Читать аннотации нужно, необходимо каждому. Даже если вам назначил доктор, знать, до конца знать вас, скажем так, он не может. Поэтому всегда перечитывать аннотацию. Насколько статины совместимы с другими препаратами, тоже огромное, много комментариев я читала в интернете, готовясь к нашей беседе, и много страшных историй о том, что как-то перекрещивали с другими какими-то препаратами, так получалось у людей, и, конечно, эффект был мамочка родная, что называется. Так или иначе, есть категории пациентов, которым один-двумя-тремя препаратами невозможно скорректировать жизнедеятельность, по сути. Ну, там, антигипертензивные препараты от давления, плюс статины, плюс препараты от сердца, и, ну, так называемое, очень часто говорят о полипрагмазии, то есть назначение очень большого количества препаратов. И порой помнить все абсолютно порой невозможно, поэтому еще раз, даже когда сам доктор назначает, всегда у нас сейчас есть под рукой сети, тот же интернет, то есть лишний раз пересмотреть аннотацию того или иного препарата, это, ну, я считаю, своим даже долгом, потому что последствия могут быть крайне неприятными. Хорошо. Дмитрий Геннадьевич, есть у нас еще один звонок, давайте услышим нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот, у моего дяди диагностировали атеросклероз, сосудов головного мозга. Он затянул с лечением, сейчас уже совсем плохой стал. Здесь и атеросклероз, межпозвоночная грыжа, шейного отдела, и шум в ушах, слабость, не спит, он вообще не спит, шум в голове. И вот могли бы вы, пожалуйста, подсказать врача, потому что он ходит по разным, да, неврологам, психиатрам, но результата никакого нет, и мы даже не знаем, кому обратиться, к нейрохирургу или сосудистому хирургу, или невролог вообще. Спасибо. Спасибо. Ну, в первую очередь, об этом мы уже говорили, если по данным дуплексного сканирования тех или иных артериальных бассейнов есть определенная проблема, то хирург либо терапевт должен направиться к сосудистому хирургу, ну, серединечно-сосудистый хирург, сосудистый хирург, ангиохирург, ну, то есть, к более узкому специалисту, если к тому имеются, соответственно, показания. А также надо не забывать о том, что заболевания многие, они сочетаются всегда, то есть, есть и атеросклероз, есть, допустим, даже межпозвоночная грыжа, грыжа, которую я услышал, вот, и некоторые жалобы могут быть абсолютно похожими, то есть, то же головокружение, те же головные боли могут быть, ну, простите, они могут быть при гриппе, при обычном ОРВИ, здесь уже тоже индивидуально и по инструментальным, соответственно, инструментальным данным, клинические инструментальные данные, узкий специалист, путь довольно-таки простой. Хорошо, Дмитрий Геннадьевич, хотелось бы поговорить об основных последствиях атеросклероза, про инфаркт мы уже услышали, что еще, к чему еще может атеросклероз привести, чего опасаться? Инсульт, инфаркты, инсульты, ну, как брать, как крайние формы атеросклероза нижних конечностей, то есть, это гангрена, по сути. Гангрена, ампутация, соответственно, то есть, это высокая инвалидизация плюс смертность. Атеросклероз в России – это первая причина смертности, на втором месте только онкология. Хорошо, Дмитрий Геннадьевич, а используются ли хирургические какие-то вмешательства при таком диагнозе, как атеросклероз? Естественно. Все больше и больше, скажем так, мало того, движение хирургии в эту сторону сопровождается уменьшением, ну, и как развитие любой хирургии идет в сторону уменьшения травматизации. То есть, если, допустим, 20 лет назад показания к стентированию были более узкими, ну, не было тех, не было технической обеспеченности, не было тех инструментов, которые мы имеем сейчас, то есть, современный уровень тех же стендов, доставляющих устройств, ну, чтобы не просто этот стенд поставить, а его еще надо туда доставить. То есть, это снижение уровня диаметров артерий, на которых мы можем работать рентген хирургически. Подход к хирургии, в принципе, изменился. То есть, мы сузили показания, уменьшилось количество открытых операций, те, которые идут через разрезы. Соответственно, улучшился прогноз, и, как бы, одни осложнения имеют открытая операция, и другие совершенно имеют, ну, скажем так, закрытая операция, как пациенты называют ее операцией без операции. То есть, по сути, мы делаем маленький прокол в артерии, либо лучевой, либо бедренной, абсолютно маленький прокол, заходим практически в любой сегмент артериального русла, скажем так, расширяем тот сосуд, в котором проблема баллоном, и при необходимости ставим туда стенд. То есть, расширяющее устройство, способное восстановить тот объем крови, который должен быть, ну, на данном этапе этого сосуда. Мы не можем вылечить весь атеросклероз. Стенды и баллоны ангиопластики мы ставим только уже в те артерии, которые критически изменены. То есть, тоже здесь определенные показания вырастают, соответственно. То есть, если человек ходит больше 150 метров, ну, своими ножками, если у него даже есть окклюзия, ну, то есть, закупорка полностью какой-то артерии в ноге, допустим, это уже не является показанием к операции. Да, ну, то есть, к плановой операции. То есть, риск операции, соответственно, что такое у нас плановая операция? Риск операции у нас становится выше, чем риск развития каких-либо ишемических осложнений, ну, в том числе гангрены. Когда же пациенты перепрыгивают определенный этап, ну, скажем, безболевой ходьбы, ну, либо это уже критические какие-то формы, то, соответственно, операцию делать необходимо, и риск операции ниже, чем риск каких-либо осложнений. Даже не операции, а всего переоперационного периода. Дмитрий Геннадьевич, а вот эти самые стенты, сколько их может стоять у человека? Здесь есть какой-то, я не знаю, какой-то порог? Ну, порог, ну, стентов стоять может сколько угодно, но здесь порог заключается в другом, то есть, тактика изначально. То есть, мы сначала же делаем обследование, смотрим, на каком уровне поражения, и уже определяемся, как мы будем сразу же это чинить. То есть, будем ставить стент или сразу же будем оперировать открыто. То есть, есть определенная градация. Ну, нет смысла ставить, допустим, в артерию, пораженную на участке, там, 30-40 сантиметров, выкладывать ее стентами. Ее более эффективно, ее прооперировать. То есть, сделать шунтирующую операцию, поставить вместо нее какой-то протез. Ну, то есть, все зависит, подход строго индивидуальный. В зависимости от поражения артериального русла данного пациента. Вы сказали протез. Протез кровеносного сосуда. Кровеносного сосуда. То есть, такое существует? Да, 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 конечно. То есть, это давно уже существует. Это либо политетрафтуратилены, либо, ну, скажем так, пластмассовые протезы. Есть докроновые протезы, то есть, это тканевые протезы. Современные протезы в данный момент времени существуют еще и эндопротезы. То есть, протезы, которые можно также поставить через прокол. Да. Замечательно, замечательно. То есть, через маленькую-маленькую дырочку ставится конструкция полностью. Порой во многих вещах превосходящая даже операцию. А со временем их нужно менять, заменять? В зависимости от степени дальнейшего прогрессирования, ну, соответственно, развития атеросклеротического процесса. У всех это по-разному протекает. Кто там, есть пациенты, ну, видел, скажем так, их не так много, но есть единицы, которые живут с протезами, допустим, аортобедренного сегмента, ну, то есть, вот, помененная артерия от очевидного отростка до паховых областей, живут по 25 лет, по 30 лет. И соблюдают. И заболевание у них так течет. Дмитрий Геннадьевич, ну, в завершение нашей беседы не могу не спросить, вообще можно ли вылечить атеросклероз раз и навсегда? Нет. То есть, с ним придется жить, перестраивать свой образ жизни? Возможно применять препараты, вылечить его невозможно. Многие заболевания хронические в настоящее время вылечить мы не можем. Мы можем лишь замедлить их развитие. Поэтому, уважаемые пациенты, вы в первую очередь свои доктора. Мы можем помочь вам выздороветь, но не полностью вас вылечить, к сожалению. Ну что ж, спасибо, Дмитрий Геннадьевич, за эту познавательную беседу, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Друзья, напоминаю, гостям программы «Без предварительной записи» сегодня был сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Кузьминых. Выпуск этой программы вы можете найти, как всегда, на нашем сайте trc33.ru в разделе «Без предварительные записи». С вами была я, Екатерина Степ. Увидимся через неделю. Берегите себя и тех, кого любите.